Маховик бархатный, съедобный гриб, принадлежащий к семейству балетовые, его также называют матовым, заиндивившим, восковатым. Некоторые классификации причисляют его к боровикам, внешне они схожи, а свое название он получил за то, что плодовые тела часто растут среди мха. Гриб получил определение бархатный из-за своеобразного покрытия шляпки, которая похожа на восковой налет или слой иния, внешне он напоминает маховик пестрый, но его шляпка выглядит чуть иначе, на ней нет трещинок, ее диаметр небольшой, от 4 до 12 сантиметров, а форма по мере роста плодового тела изменяется, у молодых экземпляров она имеет вид полусферы, со временем становится почти плоской. Маховик бархатный в основном растет небольшими группами, реже попадаются экземпляры, растущие на лесных полянах и опушках поединочке, они предпочитают лиственные леса, встречаются под буками и дубами. Очень редкий гриб, из-за этого недостаточно изучен, впервые маховик древесный был описан в 1929 году Жозефом Каленбахом, общепринятое латинское обозначение получил благодаря Альберту Пилату в 1969 году, ученый правильно его классифицировал и назвал бачвалдобалетас ледникола, что в переводе буквально означает «буковый лес». Цвет грибов бежевый, золотой или коричневый, молодые представители древесного маховика более светлые, споровый порошок гриба оливкового оттенка, на травмированных, порезанных участках появляются синяки, образуются они медленно. Маховики древесные растут с июня по конец осени в Северной Америке, США, Канада и Европе, маховики древесные сложно встретить. Маховик древесный не употребляют в пищу, его относят к группе исчезающих грибов, занесен в Красную книгу некоторых стран, так как не является ядовитым, не опасен для человека, но никакой пользы и пищевой ценности принести тоже не может. Гриб зеленый маховик плодоносит с начала лета и до конца октября, растет этот вид повсюду в хвойных, лиственных и смешанных лесах, произрастают они на светлых местах, по обочинам проселочных дорог, тропинок или канав, а также на лесных опушках, их излюбленными местами являются гнилая древесина и муравьиные кучи. Принесенные из леса плодовые тела готовят сразу же, хранить их в свежем виде не рекомендуется, в пищу используют только молодые и не переросшие плодовые тела. Зеленый маховик является съедобным видом, который относит ко второй категории, что указывает на то, что в пищу его можно употреблять и шляпки, и ножки, они не только вкусны, но и полезны для здоровья человека. Готовить питательные блюда из зеленых маховиков можно в течение всего сезона, в зимний период используют заготовки в засушенном или замороженном виде, при мариновании и засолке этот питательный продукт раскрывает свой аромат с легким фруктовым запахом, а также превосходный характерный грибной вкус. Маховик каштановый, представитель семейства балетовые, рода маховик, свое название получил из-за того, что растет в основном во мху, также его называют маховиком коричневым, или темно-коричневым, а также польским грибом. Данный вид встречается довольно часто в лиственных и хвойных лесах, предпочитает кислые почвы, оптимальным временем для развития является период с июня по ноябрь, образует мекоризу с березой и елью, реже с буком, дубом, европейским каштаном, сосной, довольно часто субстратом для них служат ПНИ и основания деревьев, могут расти как по отдельности, но чаще всего группами. Данный экземпляр является съедобным, однако ему присвоена третья категория пищевой ценности, а это означает, что по вкусу и питательным веществам, входящим в его состав, уступает грибам первой и второй категории. Многие грибники отмечают весьма приятные вкусовые качества этого продукта, данный вид отличается мягким вкусом и грибным ароматом. Красный маховик представляет собой небольшой по размеру гриб яркого приметного окраса, относится к семейству балетовый и считается одним из самых маленьких среди маховиков. Оптимальным временем для плодоношения является период с августа по сентябрь, рассматриваемый вид предпочитает место с теплым климатом, даже при незначительном похолодании и прекращает свое развитие, чаще всего произрастает в лиственных лесах, на полянках и опушках склонах оврагов. Данный вид относится к категории съедобных грибов, как и другие разновидности маховиков, однако красному присвоена четвертая категория пищевой ценности, данный продукт имеет свойство быстро портиться, именно поэтому не представляет особого интереса среди грибников. Красный маховик не обладает выраженным вкусом, однако многие эксперты отмечают, что этот экземпляр приятен по консистенции и структуре, большинство из них рекомендуют использовать данный продукт в качестве второстепенного ингредиента. Маховик лиственничный, трубчатый гриб, имеющий несколько названий, балетин лиственничный, филопорос лорисетти, балетина с лорисетти, вид относят к третьей группе по пищевой ценности, плодовые тела со слабым запахом и невыраженным вкусом подходят для любого способа переработки. Маховик можно найти только под лиственницей, растет чаще одиночно, реже по 2-3 экземпляра, ареал распространения, Урал, Дальний Восток, Восточная Сибирь, здесь вид не пользуется особой популярностью, на Сахалине растет обильно, собирают массово, продукт широко используют для зимней заготовки, время плодоношения, конец августа, продолжительность сбора зависит от количества осадков, длится в пределах 2-3 недель. Маховик лиственничный не обладает ярким вкусом и запахом, но вполне подходит для всех видов переработки, плодовые тела можно сразу использовать для приготовления блюд. Маховик маравский по новой классификации входит в семейство балетовые, редкий вид произрастает в Европе, в том числе и в южных областях России, во многих регионах маховик маравский охраняется законом, первые грибы появляются в августе, их находят до начала октября, место произрастания заповедных экземпляров, лиственные леса, вид образует мекоризу с дубами, встретить, в посадках, возле прудов, на сыроватых участках. Вид съедобный, считается, что маховик маравский очень вкусный гриб, но попробовать его везет немногим, поскольку он находится в категории исчезающих, его очень редко можно обнаружить. У маховика маравского отличные вкусовые свойства, пригоден для любого использования, но поскольку грибы редкие, лучше собрать полное лукошко более доступных маховиков каштановых, польский высоко ценится любителями и считается представителем второй категории по питательным и вкусовым свойствам, даже немного сходным с белым. Маховик паразитный, небольшой трубчатый гриб желтого или ржаво-коричневого цвета. У молодого экземпляра шляпка в форме полусферы, у зрелого плоская, ее поверхность покрыта бархатистой нежной кожицей, которую с трудом можно снять, цвет от лимонно-желтого до орехового. Ножка желто-оливковая, сужающаяся к основанию, ее структура волокнистая, мякоть желтая, плотная, без запаха, на срезе цвет не меняет, ножка искривленная, довольно тонкая. Они растут на телах ложных дождевиков в период созревания последних, любят песчаники и сухие места, растут большими колониями в лиственных и смешанных лесах. Маховик паразитирующий в пищу практически не употребляют из-за неприятного вкуса, хотя есть его можно, он не токсичен, не опасен, вреда здоровью не принесет, даже длительная тепловая обработка с добавлением ароматизирующих приправ не способна улучшить его вкус. Маховик паразитирующий не похож ни на одного представителя своего рода, спутать его с другими грибами невозможно, поскольку он всегда привязан к плодовому телу другого гриба. Маховики пестрые растут в зонах умеренного климата в центральной части России, в Сибири и на Дальнем Востоке, встретить их можно в лиственных лесах, иногда попадаются среди хвойников, часто селятся вблизи липовых деревьев, растут необильно, поодиночке или маленькими группами, предпочитают рыхлый грунт, подкисленные и кислые почвы. Маховик пестрый съедобен, по пищевой ценности относится к четвертой категории, его употребляют в пищу, он содержит питательные вещества. При неправильной термической обработке может быть опасен. Время сбора, с июля по октябрь, для употребления больше подходят молодые грибы, плодовые тела очищают от земли, лесного сора, впоследствии их промывают, обрезают поврежденные участки, слой спор под шляпкой. Из маховика пестрого можно готовить вкусные блюда, он подходит для различных видов кулинарной обработки, варки, жарки, тушения, маринования, плодовые тела можно и сушить на зиму. Вид маховик припорошенный распространен в областях с теплым умеренным климатом на европейском юге России, а также на Дальнем Востоке, находят его в смешанных и лиственных лесах, мекоризу маховик припорошенный образует часто на корнях дубов или елей, грибы встречают растущими поединочке или группами, но довольно редко, грибная пора для маховиков припорошенных длится с августа до конца сентября. Маховик припорошенный считается съедобными грибами, но доскональный вид не изучен и довольно малоизвестен. Хотя трубчатые грибы почти все съедобные и без токсинов, тем не менее, необходимо внимательно осматривать каждый экземпляр и в любом случае отказаться от сбора вблизи крупных городов или автомобильных трасс. Маховики припорошенные считаются съедобными грибами, но досконально вид не изучен и довольно малоизвестен, мякоть маховиков после варки приобретает приятный, аппетитный оттенок, грибы используют и для заготовок. Собирайте только те грибы, в которых вы на сто процентов уверены.